Вместо букетов к первому сентября – деньги больным детям. В столице Чувашии такая акция помощи проходит второй год подряд. Готовы ли родители отказаться от пышных букетов на первое сентября в пользу маленьких пациентов? Расскажет Юлия Важенина. Цветы – неотъемлемый атрибут первого сентября. В День знаний каждая школа утопает в море букетов. Но так ли это нужно? Все равно через пару дней увядшие цветы охапками отправляются в мусорку. А деньги, потраченные на цветы, могли бы помочь нуждающемуся ребенку. Благотворительный фонд имени Ани Чижовой придумал акцию «Дети вместо цветов». Ее идея – деньги, которые родители потратили бы на покупку букетов, перечислять в пользу неизлечимо больных детей – пациентов хосписа Чебоксар. Конечно, 1 сентября – это праздник. Мы все приходим красивые, с цветами на линейку. Но детей, которые действительно нуждаются в большой помощи, тоже не очень мало. Ну, их очень, да, немало, их много. И мы, услышав о такой акции, решили их с удовольствием поддержать. Нас поддержали все родители, нас поддержал классный руководитель, нас поддержал директор. И мы будем принимать участие в подобной акции все больше и больше и больше. И призываем все школы присоединиться к нам и тоже принять участие, помочь больным деткам. В прошлом году благодаря этой акции 9 чебоксарских школ собрали почти 175 тысяч рублей. На эти деньги помогли 8 детям с особенностями, с особенностями, да, потребностями. Были закуплены специальные смеси питательные, медицинское оборудование, медикаменты, препараты, ходунки, какие-то приспособления, которые необходимы им для жизнеобеспечения. В этом году количество желающих помочь увеличилось. В акции решили принять участие 22 чебоксарских класса. Конечно, никто не говорит о том, чтобы не подарить учителю ни цветочка. Но, по мнению многих, одного красивого букета от всего класса достаточно. А сэкономленные деньги принесут реальную помощь больным детям. И в этом случае вы будете уверены, что ваша помощь не завянет. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.